напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали в каком фильме была эта фраза здесь следы здесь прошли люди прошли люди люди я их найду музыкальная комедия чародеи вышла на телевизионные экраны ссср в конце декабря 1982 года и практически сразу же вошла в пятерку фильмов обязательных к просмотру в зимние праздники ну кто так строит эту крылатую фразу придумал семён фарада после того как однажды реально заблудился в теле центре из какого фильма этот диалог ну и побрякушка ты не учите меня жить лучше помогите материально москва слезам не верит фильм режиссера владимира меньшова лидер проката 1980 года в ссср собравший около 90 миллионов зрителей по результатам годового проката он занимает второе место среди всех советских фильмов после картины пираты 20 века а теперь вопрос от подписчика нашего канала где произошла сцена объяснения в любви лены капитана блинова в фильме выйти замуж за капитана что с тобой лена я хочу с тебя замуж почему потому что люблю у меня плохой характер у меня тоже что это за фильм с такими фразами голову вперед грудь вперед грудь вы не льстите вера вам все льстят служебный роман снят по пьесе сослуживцы написанный эльдаром рязановым и эмилем брагинским всего за один месяц сценарий к фильму тоже стал результатом их совместного творчества а может тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат из какого фильма фраза эта фраза из кинокомедии 12 стульев по одноименному роману эльфа и петрова снятая режиссером леонидом гайдаем премьера фильма в кинотеатрах состоялась 21 июня 1971 года фильм стал лидером советского кинопроката в 1971 году 39 миллионов зрителей позже эту же фразу в 12 стульях повторит астап бендер в захаровской постановке в каком фильме звучала эта фраза кушать подано садитесь жрать пожалуйста это фраза из кинокартины джентльмены удачи фильм имел огромный успех в прокате 65 миллионов зрителей в 1972 году и стал любимым на все времена многие реплики из фильма стали крылатыми фразами из какого фильма этот диалог анастасия звезда моя кто это и почему вы опять целуетесь это последний русский серёжа он меня понимает и жалеет мне надоел этот последний русский и предпоследний тоже это диалог из самого знаменитого фильма режиссера светланы дружинины гардемарины вперед который вышел на телеэкраны в 1988 году и до сих пор не теряет популярности у зрителей из какого фильма как тебя зовут катя а меня дармидонт явлам певич эта фраза из кинофильма афония главной нитью в фильме проходит история о движущей силе женской любви на примере непутевого сантехника афоне и давно влюбленной в него девушки кати угадайте фильм по данной фразе ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству золотой теленок советский двухсерийный черно-белый художественный фильм первая экранизация одноименного романа ильи эльфа и евгения петрова в каком фильме была эта фраза умное лицо это еще не признак ума все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица улыбайтесь господа улыбайтесь в фильме тот самый мюнхаузен олег янковский невольно изменил суть текста произносимого его героем в финальной сцене в первоначальном сценарии знаменитая фраза барона мюнхаузена звучало так серьезное лицо еще не признак ума все глупости на земле делаются именно с таким выражением лица но при озвучивании фильма янковский оговорился сказав умное лицо еще не признак ума в таком виде фраза несмотря на протесты григория горина и осталось в фильме где можно услышать эту фразу тысячи чертей сударь хоть я и приехал издалека но не вам учить меня манером предупреждаю вас эта фраза из прекрасного музыкального фильма дартаньян и три мушкетера снятого по одному из самых знаменитых приключенческих романов александра дюма на одесской киностудии известным режиссером георгием юнгвальд хильковичем угадайте по этой фразе фильм валик джан я тебе один умный вещь скажу но только ты не обижайся ты она не две пары в сапоге эта фраза с фильмами но за месяц до съемок у фильма еще не было даже наброска в сценарии но уже было известно что главную роль исполнит вахтан кикабидзе а вот фрунзик мкрчан попал в фильм по результатам народной игры орел или решка так как на эту роль также планировали евгения леонова в конце концов всем женщинам свойственны черты милиционера сначала они говорят давайте не будем а потом следуйте за мной где была эта фраза это фраза геннадия нилова которая прозвучала в фильме 3 плюс 2 из-за не сданного экзамена по физике геннадий нилов пошел поступать на актерский факультет а по иронии судьбы в фильме 3 плюс 2 он играет роль доктора физико-математических наук существовала идея создания продолжения фильма действие сиквела должно было происходить в москве спустя несколько лет однако со смертью режиссера генриха аганесяна замысел продолжения картины оказался похоронен их жалко королевство маловато разгуляться негде ну ничего я поссорюсь с соседями это я умею в каком сказочном фильме вы слышали эту фразу эту фразу в фильме сказки золушка произнесла фаина раневская в образе мачехи после съемок раневская вспоминала что гонорар выплачены ей за работу в золушке показался актрисе непривычно большим придя с полученной пачкой денег в театр драмы фаина георгиевна стала предлагать их коллегам сопровождая раздачу купюр вопросами и предложениями вам не нужно ли штаны купить вот возьмите на штаны и как-то очень быстро раздала все в каком фильме есть подобная фраза и тебя вылечит и меня вылечит всех вылечит улетная комедия леонида гайда иван васильевич меняет профессию любима до сих пор цитата приведенная выше на самом деле звучит чуть иначе и тебя вылечит и тебя тоже вылечит и меня вылечит но в народе прижился именно такой вариант в каком фильме вы слышали такую фразу сдаются мне джентльмены это была комедия фильм человек с бульвара капуцинов вышел на экраны в 1987 году и с тех пор остается любимым фильмом у миллионов зрителей многие фразы из него стали крылатыми например били заряжай а теперь горбатый я сказал горбатый в каком фильме вы слышали эту фразу это поистине бессмертная фраза которую владимир высоцкий произносит в финале легендарного фильма место встречи изменить нельзя к сожалению картина не имеет кинематографических наград создатели фильма получили почетные грамоты мвд а высоцкому трижды присуждали посмертно награды за исполнение роли капитана жиглова а вдоль дороги мертвая с косами стоять и тишина в каком фильме была эта фраза савелия краморова из фильма неуловимые мстители это приключенческий фильм с элементами комедии 1967 года фильм был необыкновенно популярен в ссср настолько что даже сняли два продолжения а сам фильм получил премию ленинского комсомола в каком фильме вы слышали эту фразу у верблюда два горба потому что жизнь борьба эта фраза из сатирической комедии эльдара рязанова гараж режиссер в фильме не только прошелся по такой уродливой форме распределения собственности как голосование и прилюдное обсуждение каждого из кандидатов но и вопросы морали известно что фильм снят по реальным событиям свидетелем которых стал сам рязанов а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте по фразам из советских фильмов название этих кинокартин в данном коротком ролике собака друг человек я не знаю как там в лондоне я не была может там собака друг человека а у нас у правдом друг человека момент ты считаешь что третьим будешь что иди домой что ну фоня не люблю я таких людей не пунктуальных везет же людям я за машину родину продал что что ты не пил не пил я хотя повод есть день взятия бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Давай, Родичка, бабушка. Сама, сама, сама. Не в ресторане, сама в службе. Дай ему из мани. Мани, мани. Сама, сама, сама. Я так думаю. Жениться нужно на сироте. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Че? Ты че наделала-то? Погладила. Да кто что теперь завяжет-то? Все. Сидя из дома аккуратно. Напишите в комментариях ваши варианты ответов на звание этих советских фильмов. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Звучite. До скорых встреч. 7 . Вcelёных массаж — Велико уaval. Велико.